В дежурную часть уральской полиции обратилась местная жительница. Она сообщила, что перевела мошенникам крупную сумму денег. Заявительница рассказала, что ей позвонились с неизвестного номера и представились оператором сотовой связи. Незнакомый мужчина сообщил уральчанке, что у нее якобы заканчивается договор на оказание услуг связи. Чтобы его продлить, необходимо назвать код из СМС-уведовления. Женщина, не подозревая ни о чем, сообщила этот код данному гражданину. Гражданин заверил, что все договор будет продлен. Через некоторое время женщине поступает телефонный звонок якобы из госуслуг о том, что злоумышленники пытаются оформить на нее кредит. Соответственно, необходимо снять деньги и перекинуть на резервную ячейку. Женщина сняла в банке 240 тысяч рублей и перевела на счет, который ей назвали мошенники. По данному факту, следственный отдел полиции возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Полицейские проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления. Категория данных преступлений является на данном этапе менее раскрываемыми, но тем не менее раскрываются. И они, соответственно, маскируются же. То есть это не так, что звонят с одного номера. Номеры тоже, то есть маскировочные карты, соответственно, подставные. Все это усложняет работу, так сказать, установления прямых лиц, которые причастны к совершению преступления. Отметим, что за 10 месяцев текущего года 121 человек попался на уловки злоумышленников, потеряв при этом более 20 миллионов рублей. Самые популярные схемы обмана – предложения по работе, инвестированию, звонки от лжесотрудников банка и других ведомств. Несмотря на проводимую профилактическую работу, горожане продолжают попадаться на уловки телефонных и интернет-аферистов. Чтобы не попасться на уловки, не надо лишнего сообщать людям, которых вы не видите и не знаете. Все, не надо ничего сообщать. Начинают вам звонить, предлагать нечто подобное, несуразное, прекращайте разговор. Если желаете что-то приобрести через интернет, то это только на тех сайтах, в которых вы уверены. Если вы что-то там не понимаете, лучше и не начинайте. Полицейские напоминают – не сообщайте неизвестным коды из СМС-сообщений, а также не переводите свои денежные средства на якобы резервные счета. Это все уловки мошенников. Будьте бдительны и внимательны. Екатерина Кузьмина, Александр Русков. Наши города.